так ну готов пакет прокладочек и проставки также очень важно обратить внимание вот на эту ванночку да что мы видим видимо характерно выдавили на восьмерка она не прямая теперь ее тоже нужно рихтануть сейчас дядя Витя дядя Витя рихтани пожалуйста прими участие дядя Витя вообще руки золотые очень только не согни Витя только ровная чтобы она была так а я тут пока посмотрю что у меня получилось так первичка вторичка не перепутать так соответственно у нас идет это все ровненько потом идут проставка состоящая из двух частей причем нижняя более крепкая идет на коллектор чтобы эту поверхность восьмерка давила на твердую сторону так потом у нас соответственно последняя еще одна прокладка надо будет так все у нас здесь ровненько аж завидно жаль что не себе так дядя Витя готова сейчас дядя Витя выпрямит ее будет у нас замечательно это очень важно потом потому что ставят сюда если мягкую проставку потом тянут гайки и эта восьмерка изгинает ее там идёт подсос воздуха это нехорошее явление. Вот именно вот эта восьмерка. Есть, как я уже сказал, коллектора с более широкой поверхностью здесь. Но здесь в данном случае у нас такое слабое место. Но ничего. Ничего, ничего. Так, теперь мы... Так, дядя Витя сделал. Что очень важно, скорее всего, нам надо будет немножко подкоррегировать эти отверстия на этой ванночке, чтобы они тоже не были на заужение. А именно, соответственно, были... Сними, я отрезану. Отверстие увеличу. Дядя Витя сними. Так, что у меня здесь... Да, здесь ступенька, как я и думал, здесь нормально. Здесь мощная ступенька. То есть, эту нам... Снимай. Вклада тоже надо подкоррегировать. Вот так вот. Ну, это и здесь видно. Да? Перехлёст. Так, секундочку. Да? Это ненормально. На это надо внимание обращать. Так. Мы обработали эту ванночку, выровняли её, да, и подогнали как раз первичку и вторичку именно под эти отверстия. Теперь, что у нас получается? Получается следующее. Сначала у нас идёт эта прокладочка ровненько. Потом идёт у нас ванна. Всё, соответственно, тоже подогнано. Потом идёт у нас ещё одна прокладка. Сюда. Потом идёт у нас проставка, причём проставка твёрдой стороной вниз. Мы её сейчас герметиком между собой склеим. Всё. Теперь, где-9, пас, 3, приблизь. Теперь у нас получается, что здесь нет никаких ступенек, не образуется никаких аэродинамических ступеней, да, подушку, как их назвать. Здесь тоже всё ровненько. Вот именно в средней части, где происходит открытие первичной, в первичной камере заслонки и вторичной. Здесь у нас сразу поток идёт вниз, распределяется по цилиндрам и здесь так же. Здесь очень важно это. Всё, у нас получилось всё шикарно. Идём дальше. Всё, на кнопочку. теперь идём дальше. Вот малые диффузоры. Убирать штифты, как на случаях с 2107 с жигулёвскими карбюраторами, я бы не стал. Потому что всё-таки уже были и на видео было очень много, на ютубе было очень много примеров, доказывающих тому, что этот штифт играет определённую роль, положительную. То есть убирать его не надо. Его не надо. Он разбивает тот поток смеси, который уходит из того отверстия малого диффузора, сопла, скажем, малого диффузора, вот. немножко улучшить малый диффузор стоит. Ну, естественно, я не говорю об этих поверхностях. Это уже как 2х24 притереть, проверить. Вот. раньше я делал юбку здесь на нижней части малого диффузора, нагревая его, потом на шарик, под пресс. Но, опять-таки, мы здесь сделаем юбку, край разойдётся, соответственно, расстояние там, в большом диффузоре будет меньше. и чтобы сохранить пропорцию, надо будет большой диффузор увеличивать, да. То есть, это по-любому положительно будет. То есть, ушилив здесь нижнюю часть, юбка разойдётся, сечение, соответственно, у нас там будет меньше. То есть, поток воздуха будет проходить быстрее, да, и тянуть, соответственно, быстрее. я решил сделать немножко по-другому. Юбка это хорошо, но без изменения больших диффузоров 24 на 26 можно сделать следующее. То есть, юбочку, но только изнутри. Мы сделаем этот кант, соответственно, который кант типа здесь, как на однокамерных карбюраторах, только изнутри. Буквально там миллиметра три сделаем однородный угол наклона, и у нас получается расширение только изнутри. Вне снять часть диффузора остается, диаметр одинаковый, а вот там у нас будет юбочка, что тоже очень благоприятно влияет для того, чтобы именно на этом канте топливо-воздушная смесь ещё раз получила небольшое ускорение. Да, станка нет, будем делать так. Будем делать так. старт и спорти, бэй. М-м-м. Продолжение следует... Продолжение следует... Инженерам ДААЗа, которые оставили мясо на малом диффузоре, что нам позволяет немножко поработать фрезой. Сейчас покажу вам, что у нас получилось. Так, а получилась у нас вот такая юбочка. Вот такая юбочка. Естественно, здесь мы немножко взгладили надфилем, дабы улучшить аэродинамику, чтобы поток, проходящий по закрылкам малого диффузора, все-таки здесь сужался. Я думаю, через это будет меньше завихрений здесь. Здесь они нам не нужны. Нам нужно, чтобы в узкой части большого диффузора как раз-таки скорость потока была максимальна. И здесь увеличится у нас... Здесь будет без завихрений выйдет поток, соответственно, с хорошей скоростью, и произойдет смешивание, разбивание маленьких частиц или капелек бензина и смешивание с воздухом. Так, ну, идем дальше. Так. Так. Эмульсионки мы тоже доработали. Сейчас покажу, как. Как бы нижнюю часть поставить, прикрутить. Не, нижняя еще нужна. Не, нижняя еще нужна. Так. Нижняя еще нужна. Нижняя еще нужна. Нижняя еще нужна. Нижняя еще нужна. А вот. Так. Эмульсионки мы... Немножко я убираю края. Очень аккуратненько. Иголочкой. После... После, после, после того, как мы надпилем сняли маленький угол, верхнюю часть отверстия, отверстия, как Володя Баев советовал в своих экспериментах. Так. Так. а мы сделали следующим образом у нас получилось так все попробую лечить берем 165 трубочку да естественно конус заострен как володя баев делал и здесь верхняя часть вот отверстие в эмульсионке под конусом мы немножечко надфилем спилили для улучшения смешиваясь свежим смешиваемости 165 трубка 2 идет оригинал так что мы еще делать будем здесь естественно ставим и ускорительный насос с двойным носиком одинарно мы убираем уже это было доказано не раз что жрать он больше не будет открытие на низах прибавится мы сейчас посмотрим что у меня есть двойные есть есть что у нас 40 на 35 ну будем немножко видо изменять его благо у меня не будет есть маленькие сверла 030 до 16 на хорошие наборы также на алиэкспресс нужно взять стоит не до поли бобы сейчас мы некоторые меняют носики да ну так как у нас есть сверла и мы можем их рассверлиться то мы это сейчас легко сделать что еще советую уже много лет этим работаю это вот такие заточки шрабры шрадеры как их правильно назвать под различные виды жиглера хорошая вещь и ну здесь нам они не в помощь здесь нам нужно именно сверло ну сейчас ненадолго выключить а потом мы продолжим идем дальше так что у нас стоит 40 на 35 сделаем мы 60 на 40 но сначала 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 немножко мы скорее ты насоса доработаем шарик всегда как всегда уже известны всем шарик так пристучим замечательно и ничего стачивать не пришлось так 60 на 40 как нам сделать как нам сделать как нам сделать вот так так видите ли дети где мой электронный этот штангенциркуль суровый дядька но добрый суровый но добрый бывает такое чуть что в мат перемат а в душе как ребенок так 60 на 40 60 на 40 что у нас есть что у нас есть ищем сверлышко на 60 то есть 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 да ладно 0 6 0 6 нету 0 55 есть 0 55 проверяем где вид кино там осторожно до 56 0 56 57 ну ладно пойдет так первую камеру сделаем 0 60 так теперь как мы это сделаем попробуем мы можем рассверлить посмотрим возьмет ли это сверло вернее этот окушко такое маленькое сверло может взять может взять может и не взять 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 взяло взяла 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 но если учесть что сверло 0 56 57 то то в связи с биением каким-то отклонением у нас 0 6 будет плюс минус идет идет да работа конечно требует чтобы руки не тряслись чтобы руки не тряслись чтобы руки не тряслись так вот я думаю что здесь 0 6 ну плюс минус плюс минус плюс минус нанос 0 40 здесь 0 35 попробуем 0 45 есть ага вот 0 40 есть 0 40 есть сейчас немножечко расширим мы его ух тонкая тонкая же сверло же не знаю возьмем ли возьмет ли дрель такое нет не берет аж 2 на пару не берет ну ладно ну ладно ладно попробуем самым тонким шрабером самым тоненьким что у нас есть так самым тоненьким самым тоненьким да нет такого наверно вряд ли но мы попробуем ее отверстие это его расширить иголкой очень тонкая работа ну что поделаешь так проверим вообще то ли оно у нас 0 38 0 39 оно проходит ядрит мадрид проходит даже хорошо так проходит странно написано 0 35 а 0 38 проходит но там плюс-минус это прям вот огромная роль это не сыграет ну все проходит 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 входит и выходит как в том мультфильме ядрит воздухе с компрессором накачать надо 1 пробивается чувствуется две струи все хорошо два воздуха надувания берет так вообще там нет то вот чуть-чуть ну ладно сейчас я пока запакуюсь пока накачиваем воздух потом будет кино дальше на время так жиклерная база идет 122 в первой камере топливник и 165 трубочка топливный мы практически не меняем во второй камере 120 идет и оригинал трубочка эмульсионка как и она шла без изменений а по малым диффузором в принципе оставим оба 4 и 5 для начала для эксперимента ну естественно здесь поверхность мы подработали и юбочка аккуратно на обоих ну вот в принципе все сейчас собираем ускоритель насос мы доработали эмульсионки двойной носик топливники без изменения сейчас будем проверять уровень топлива как держит и направлять струю направлять струю а потом уже будем дальше собирать все давайте до пока сейчас поставлю карп и будем потом дальше позже чуть-чуть включусь снова